Ко мне подошли на прошлом собрании. Сказали, что у нас в домашней группе возникает ряд вопросов. Мы хотели понимать. Во-первых, сказать, что это был правильно заданный вопрос. Иногда, я думаю, это здорово, когда мы можем отвечать на вопросы. Я хочу просто всем предложить этот момент с нашей общины. Когда у вас возникают какие-то вопросительные вещи, скажите. Иногда это может быть между строк в проповеди, а иногда мы просто подготовим, что, чтобы получить на эту тему отдельно. И вот несколько вопросов, которые мне были заданы. Я сразу хочу ответить. Постараюсь сделать это коротко. Продолжение следует. И вы знаете, что часто есть такая привычка. Я вам хочу поговорить про вопросы, чтобы было понятно. Слово святое на игре происходит от слова Кадоши или слово Мекудаш, посвящен чему-либо, принадлежишь кому-либо, хорошим образом жизни или каким, конкретно это слово не имеет никакого изъятия. Человек посвящен кому-либо. И когда мы читаем в Писании такие слова, будьте святы, ибо я свят, говорит Господь, то это подразумевается, что Бог отделил себя от Божьего мира. И приглашает нас принадлежать Ему. Святой это принадлежность. Понятно, просто, и понятно. Слово праведный происходит от слова Цедэк. Это связано с уровнем нашей жизни. Люди плохие, они не Цедэк. И наоборот, люди хорошие. И исполняющие то, что Бог предписывает. Дам вам местописание. Прародители Иоанна Христителя написано так. Это Лука 1.6. Они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям. То есть они соответствовали Божьему стандарту. Некоторые люди говорят, что невозможно быть праведным по закону Моисея. Кто слышал такие вещи? Вот здесь написано, они были праведны во всем поступая по заповедям и уставам. Это можно быть праведным. Праведность не подразумевает, что ты никогда не падаешь. Но написано, праведник семь раз упадет и упадет. Это как раз этот смысл этих слов. Теперь, в Матфея 5 главе. Матфея 5 главе. Иисус говорит. Мое требование. Чтобы ваша праведность превысила вот этот уровень праведности. Иисус говорит. Если праведность ваша не превысит праведность Парисеев, не может быть в царство небесное. И это опять не говорит о том, что мы не можем согрешить. К сожалению, человеческая природа до второго пришествия остается безопасной. Но когда мы согрешаем, обращаемся к Господу. И Он прощает нас, очищая. Про это написано в Римлянах 5, 8, 9. Но свою любовь Бог нам доказывает тем, что еще умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданным, кровью Его спасемся и мангнем. Понятно? Разница святой и праведной. Теперь, есть в Писании одно интересное место. Оно написано в первом послании Петра 4, 8. Там написано, если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явятся? И некоторые люди говорят, я праведный, а что это значит, как спастись? Я плавно перехожу ко второму вопросу. Что такое спасение? В Писании есть два вида спасения. Есть десятки слов на иврите, выражающие слова, спастись или избавиться. Но есть два понимания. Одно подразумевает, спастись от беды, от болезни, от бедствия, от смерти. От бедствия, от болезни, от болезни. Проблем это первое, а второе, спастись для вечности. Второе, что здесь говорится. Нет, здесь говорится про первое. Здесь говорится про первое. Здесь говорится, что когда идет война, праведник редко спасется, когда война убивает людей. Потому что грешник уже в крест там нужно ставить, понятно. Когда болезнь, эпидемия приходит, некоторые праведники с трудом спасаются, а грешник там больше. Эти стихи соответствуют стиху, который записан в римлянах. Девятая глава, двадцать седьмой стих. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы если в Израиле будет число, как песок морской, только остаток спасется. О чем здесь говорится? Во время больших проблем, Израиль может быть большой или маленький, только остаток спасается. Читаем в Писании, что из Египта вышел хамушит, остаток, двадцатая часть из Египта. Во время Холокоста, только остаток спасется. Во время погромов, спасается только остаток. Это все говорится о физическом избавлении. Интуизиция прошла бы в Испании или в Португалии, только остаток спасается. Но есть другая спасение. Вечность. Про это спасение написано. Римлянам 11, 24. Римлянам 11, 24. Итак, весь. Весь, когда Бог говорит о весь. Израиль спасется. Ибо написано, придет от Сиона Избавитель. Как зовут этого Избавителя? Что такое весь Израиль? Весь это весь. Бог обещал Аврааму, Исааку и Якову. Что твои дети, мои. И ничто не отвратит. Исаия 60 глава 21 стих. И народ твой весь будет праведным. Сверхъестественным образом. Бог обещал каждому физическому потомку Абраама. Грядущее спасение. Только некоторые. Убийцы, грязные люди отторвали себя. Средний человек не может себя отторвать от этих слов. Потому что Бог клятвенно. Клятвенно пообещал. И Он это не делает. Просто так. Вот тебя выбрала. Тебя не делает. Он избавляет посредством Избавителя. Как зовут Избавителя? Как? Еще. Он является источником спасения. Только мы не всегда знаем каким путем. Избавителя. Как? Теперь. Важно понять. Что в Ефесянах во второй главе. Когда Павел пишет язычникам. Павел говорит. Вот этого обетования вы были лишены. Но через веру в Ешуа. Присоединились к Израилю. И подпали под это же самое обетование. Тогда некоторые могут спросить. Так что мой дядя. Атеист. Член коммунистической партии. Стою. Если его фамилия Каганович или Кац. Можете не сомневаться в этом. Почему? Потому что каким-то образом мы не понимаем каким. Может быть при последнем дыхании. Но Господь Ешуа должен был Ему иметься. Или что-то там происходит. Я по-другому не понимаю Писание. Весь народ. Вернее к римлянам. Одиннадцать двадцать шесть. Я понимаю это нестандартно. Игорь Харьшинская теология учит. Что каждый должен исповедовать Иисуса Господом и спасется. Но там совершенно другой смысл. Слышали такое? Всяких кто исповедует Иисуса Господом тот спасется. Слышали такое? Павел пишет к римским верующим. И он говорит им. Если исповедуете Ешуа. Там не Господом написано. А кем? Кесарем. 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 Иисуса исповедуете Кесарем. Кто до нас спасетесь. Что это значит? В римской империи. Если кого-то провозглашали Кесарем. Вместо Кесаря. Царя. Ему просто отрезали голову. И Павел попросту испытывает этих верующих. Говоря. А вы можете Ешуа назвать Кесарем? Действительно ли вы принадлежите Ему? Иисус. 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 Еще вопрос который был. Не по делам мы спасаемся. Не по делам. Мы не можем. Любыми делами удовлетворить Творца. Многое. Неприцание. Мы не переживали. Неприцать. Неприцание. Многое. Неприцание. 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 то бишь мы делаем не к того чтобы спастись дела добрые уреждаем до уроки кубок и весу хангон а потому что мы принадлежим ему урин вечер он слава урин и хана ними свою я к моему принадлежим то не можем она не видела ваша хана не мейко крисус он на них вопрос тогда другой спасаемся ли мы по вере кроме дыма уринку он осустили к знаете что поднимите пожалуйста руки на минутку кто себя иногда считает червяком из-за уровня веры на раме сина и чиро и как-то сина и рога так что им же урага сарма суббота мы же червяки уринчил он и жаная мы верим на тот уровень на сколько он дает нам веру хана ними нынанте чушьин мангкм нэгаме нынгое овей ты мидора 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 шеваль мидора сколько раз мы видели такие штуки группа не бачо знаете кури зольтат от этого 0 потому что мы ничего нечего урага сэро сэр зерова урин молотоке ваге сэо шоу или уринги и чуния иеремия на миде миссису или я или я или я или я или я или я Мы должны быть, потому что Бог вливает нас в мир, но спасаемся мы исключительно по милости Господа, а она, это будет вам известно, не имеет границ. Можно? Только не провокационные. Это потом, в конце. Матфей, 5 глава, 43-45. Сейчас я подойду к этому. Вы слышали, что сказано, любим ближнего твоего и не найди врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте ваших. У меня вопрос, где сказано, не слышали вы, любите ближнего твоего и ненавидьте врага вашего. Где сказано такое? Где сказано? Ну, служители и пастора, где это сказано? Око за око, это ненавидь врага своего. Никогда, никогда такого текста в Писании не было. Тора говорит то же самое. Люби ближнего и дальнего, врага и этого. Откуда же Господь Иисус взял этот текст? Я вам скажу, откуда Он его взял? Есть некоторые религиозные группы. Они были в иудаизме. Они и есть в иудаизме сегодня. Но они есть и в христианстве. И эти группы говорят, кто как мы на языках не говорит, тот не спасен. Или они говорят, кто в нашу синагогу не ходит, тот как язычник и чуждый. Я могу десятки таких мест перечислять. Это живая практика. Кто про такие вещи слышал? Давид, ты слышал про такое? Есть такое. Так я вам скажу, а где это было сказано? Ну-ка, знатоки Писании, где такое могло быть сказано? Я спрашиваю у наших, потому что это больше мидрашистская литература. Напрягите мозги. Сказано. Где? Ненавидь врага твоего, да? Именно это. Нет, ненавидь врага твоего. Ненавидь врага твоего. Ну! Ну! Я вам скажу, где это было сказано. Помните? Два ангела говорят Абраму. Абраму. Вопль содомский дошел до нас. Какой предрек в Содоме? Содомга гомора мусуль чей иса чё? Какой? Отон чё? Разбрат. А? Разбрат. Гомосексуализм. Окей. Я вам скажу, что это не так. Этого греха было везде хватало. Не этот вопль пришел к Богу. К Богу пришел вопль, что они говорили. Все наши хороши, а все странники пошли вон. Не принимали людей. Игнорировали остальных людей. Этот вопль дошел до Бога. Мы сам�� достаточно. Наша учение самая крутое. И Бог сказал, уничтожил это. И в отличие от Содома, каким характером обладал наш праотец? Принимал гостей, гостеприимны. И Писание говорит, так один оказал внимание гостям, и оказались ангелы. Это сказано, это принцип Содома. Но он, к сожалению, на шок-места во многих синагогах и церквях. И не дай Бог нам это прокультивировать у себя. Мы самая лучшая. Кто никак мы, тот патрики, что не стоит. И Юлия, я подхожу к твоему вопросу. Исаия 54, 5. Я сразу на много вопросов отвечаю, чтобы у людей было какая-то ясность. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь за волот имя Его. Искупитель твой, Святый Израиль. Богом всей земли назовется Он. Кто является мужем по этому стиху, а кто является женой? Искупитель твой Творец, муж, а Израиль, жена. Откроем другое место. Таких мест в Танаве 20. Откроем другое место. Это Откровение 19, 7. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Кто здесь муж, кто здесь жена? Искупитель твой, кто здесь жена? Мы, овцы Его. Мы, армия Его. Мы, жена Его. Это все образы. Это не конкретное выражение деталей. Этот стих свадьбы подразумевает совершенно другое понятие. Кто слышал такие слова? И оставит родителей своих и двое, и познает муж, жену свою, и будет одна плоть. В чан-секе-марсе 보면, Пу-модель на-до-го, Ко-даме, в-у-ин-и-ра-ха-на-де-со. Суть этого вопроса в слове «познал». Познал ладат на иврите, «дат». Когда происходит познание внутреннее. И это просто образ удобовоимый. Познал господь своих. Или написано по-другому. И все познают Господа. Нету жены у отца и нету жены у сына. Это все один Божий народ, который принадлежит Творцу. Все. Или один и тот же народ, который принадлежит Бищуа Мессии. Это тоже одно и то же. Не надо переплетать вещи и любви. Но важно понимать, что посреди этого народа есть две группы. Иудей и елены. Одни спасаются, потому что Бог кое-чего не пообещал, а поклялся их Отцу. А других присоединил к этому через Иисуса. Теперь, Юля, отвечай на твой вопрос. Зачем же евреям проповедовать Иешуа Машеха? Очень коротко, неполномасштабно. Ты человек модерный. Правильно? Отслеживаешь моду. Правильно? Почему ты это делаешь? Тебе хочется двигаться вперед. Мало людей, которые Митсуги, там, выводят 18 лет. Потому что многие люди в основном, имей машину, через 3-4 годы меняете ее. чтобы она была покруче, поновее. Раньше, помните такую поговорку, жить стало тяжело. В телефоне нет кнопок, сыр, димузак и снивелы. Мы сидим на машине без крыши, и пьем старое лену. Шутко. Мы хотим продвигаться. Авраам, я вчера рассказывал братьям корейцам, Авраамом Бог прорубил окно на небо. Через Моисея он взял это же самое окно и увеличил значительно. Когда пришел Ешуа, он сделал из этого же самого окна просто огромные оборота. Через Ешуа есть доступ к такому же самому Творцу значительно. Это я описал образно, продвигаясь вперед. А если исходить к деталям, Израиль живет по заповедям. Соблюдайте заповеди мои. Мы соблюдаем их, потому что Бога любим и исполняем, что Он нам сказал. И есть одна очень серьезная заповедь. Я дам вам вождя, как Моисея. Него верну. И я думаю, что мы, и мы, и познавшие этого вождя, имеем ответственность этого вождя представлять нашу работу. Я не знаю, ответил ли я, но пример. Но пример показал. И поэтому юдейцы тоже нужно сделать. Чудеса и знамения. Кто хочет чудес? Кто хочет чудес? Кто хочет чудес? Все хотят чудес. Изанья говорит, Иудеи ищут чудеса, и они ищут знамения. И знания, и мудрости. Но фокусникам мы заказать могут. А вот чудеса мы не можем включать или выключать. Бог что хочет, то и делает. Теперь, народ Израиля видел в Египте чудеса. Сегодня Женя на эту тему учил. Это возогревало их веру. Но уберегло ли это от греха? Принадлежность Богу спасает нас от грехов, не чудеса. Но мы хотим чудеса. Но я предпочитаю не видеть чудес, чем видеть ложь. Вы знаете, такое ложь? Это когда я спрашиваю, что это болит? Он говорит, да, нога болит у меня. Я думаю, что это 50 долларов. И мы сейчас проверим, как оно исцеляется. Ложь это плохо. Мы хотим чудеса. Но мы ничего не хотим синтезировать. Мы верим в исцеление. Но если мы синтезируем это ложь. В Филадельфийской церкви в откровении сказано, это откровение 3 глава 7 и 8 стих. 8 стих говорит, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, никто не может отворить ее. Ты не имеешь много силы, но сохранил слово Мое и не отрекся имени Моего. Вот это важно. Мы хотим чудес и знамений. Но выше будем прыгать, громче будем молиться. Это не от нас забит. Но от Господа, производящего это. От нас же требуется. Спасешься ты и дом твой. Я хочу сказать, я очень верю в эти слова. Очень не понимаю их. Но в Новом Завете трижды они сказаны, даже больше. Деяние апостолов 16, 28 стиха. Там Бог освободил узников. Ангел освободил узников. И страшник хотел себя заколоть. Харакири хотел себе сделать. А Павел говорит, не делай себе никакого злого. Никто не убежал. Следующий стих. Он потребовал. У меня убежал в турницу. Требетки припал Павлу и Симе дальше. И выбил из бом, говоря, Государи мои, что ли? Господа, аддони. Это не государи, по-русски звучит. На иврите как это аддон? Вы в купаке не забудьте аддон, помоги мне. Господь. Господин, уважаемый. Уважаемый, уважаемый. Помоги. Что нам делать, чтобы спастись? Он же сказал, верую в Господа еще внести. Потому что ты и весь Духа. Я не знаю каким образом, но Бог это обещал. Вот записано. И есть другие места. Помните? Если неверующий не хочет разводиться, не разводись. Почем знаешь, не спасешь, что Бог это смеет? Короче говоря. Короче говоря. Короче говоря. Задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. Давайте помолимся. Давайте мы все встанем. Господь, я благодарю за Твою верность, любовь и обиду. Милость и помощь. На Тебя уповаем. Не по нашим делам, но по Твоему единожды милосердию. Просим благодать и помлагодарить за Тебя. Через Иешуа Мессию. И варехлеха, Адонай, ваишмиреха. Яэра, Адонай, панавелеха, вийхунеха. Иса, Адонай, панавелеха. Виасемлеха шалом. Вашем Иешуа, хамасея. Амен. Будьте благословены. Пусть Бог всех транспорт. Адонай, панавелеха. Продолжение следует.